Пять лет назад в конце августа в Иловайске велись ожесточенные бои за освобождение города от украинских силовиков. Об этих событиях до сих пор помнит и местное население, которое пережило тот августовский кошмар, и непосредственно сами участники этого решающего для города сражения. Украинские военные до сих пор ищут виновных Иловайского котла и приводят разные цифры потерь. Немалой кровью свобода города железнодорожников далась и ополченцам. Сегодня об одном из решающих дней сражения вспоминали на митинге. Здесь, на улице Краснознаменская, что возле 14-й школы, в которой тогда базировались украинские военные, разведчики и ополченцы попали в засаду ВСУ. 26 августа стала роковым для бойца СВД «Беркут» Валерия Чумакова с позывным массажист. Эта война продолжает забирать у нас молодых ребят, наших друзей, наших товарищей, наших родственников. Хочется сказать Царствием Небесным и всем, кто отдал жизнь за свободу нашего Донбасса. Ну а ребята, которые остаются в окопах, хочется сказать, дай Бог пусть закончится эта война и возвращайтесь побыстрее домой. Спасибо вам. Август 2014 года в городе Иловайске образовал ребятами, которые защищали наш город, новый крест, который может в будущем будет оберегать нас. У нас на все четыре стороны света сейчас есть памятные места. Здесь, на въезде Стройска-Харциска, на въезде с Ростова, на въезде с поселка Третьяки. Эти ребята своими смертями, наверное, сделали очередной оберег нашего города. Они их не пустили в врагу сюда. Вечная память им. Вот так вот сложилась судьба. Сегодня на месте смерти Валерия Чумакова установлен памятный знак. В годовщину гибели своего товарища бойцы диверсионно-штурмовой группы СВД «Беркут» из разных городов республики снова приехали в Иловайск. На этот раз не воевать. Не следует забывать, что в нашей бригаде СВД «Беркута» погиб не только один массажист. У нас погибло свыше 250 человек, начиная с 2014 года, которые воевали, начиная со Славянска, заканчивая Новоазовском. Наши люди защищали от укропов и Саур-могилу, и защищали Марьинку и Иловайск. Наши люди первые вошли сюда. 32 человека, вооруженные легким стрелковым оружием. И набили такой шорох, что тех негодяев, которые здесь были, фаршисты, нацисты, ВСУ, они кричали в эфир, что сюда зашли 1200 российских грушников. А было-то всего-навсего 32 человека, которые два раза захотели сюда. 25, 26 и 27 числа. Бои за освобождение Иловайска оставили глубокий след в истории жизни города. Теперь об этом сложно забыть. И память о тех ребятах, отдавших свои жизни за свободу родной земли, долго будет жить в сердцах благодарных потомков.